Мать избитой в Ингушетии девочки о похищении, разводе и отнятых детях Общества Россия Полночь одна, 19 августа 2019 года Когда я увидела все ее повреждения, я потеряла сознание мать избитой в Ингушетии девочки о похищении, разводе и отнятых детях Аиша и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова Фото, собака на подчеркивание Юрьевна История семилетнейшей Ажиговой из Ингушетии, которой врачи ампутировали часть руки после побоев и пыток в семье родственников отца, потрясла всю Россию В июле ребенка доставили в больницу на зране в тяжелом состоянии, с множеством ушибов, травм, следами от укусов и ожогов, переломами ребер, обеих рук и нескольких позвонков По версии следствия, ее истязательницей была сестра отца, которую он оставил на попечение свою дочь Она арестована Также следователи проверили на причастность к травмам девочки ее мать, Лидию Ивлоеву, которую уполномоченная по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чехкиева обвинила в отсутствии материнских чувств По просьбе ленты.ру журналистка Лидия Михальченко разыскала мать девочки и расспросила ее, почему семилетняя Аиша оказалась беззащитной перед родственным насилием и какую роль в этом сыграли местные обычаи Брат хозяйки потребовал, чтобы мы убирались Аишу я называла на силасковое домашнее прозвище Одна девочка среди братьев, для меня она была принцесса, говорит 31-летняя Лидия, мать восьмилетнего Тимура, семилетняя Аиша и шестилетнего Ибрагима Когда я узнала, что Аиша в больнице, поехала туда, ночевала в больнице Мне не позволили с ней увидеться Врачи сказали, это ее травмирует, нельзя, где вы были раньше Утром приехали журналисты, стали меня снимать, но я не хотела давать интервью Бывший муж прислал мне ссылку на сюжет про Аишу, говорил, посмотри, какой твоя дочка сейчас стала Оскорблял меня, рассказывает она О случившемся с дочерью Лидия узнала вечером 4 июля В больнице тетя Аиша Макаганиева представилась ее матерью Поэтому когда обнаружилось, что ребенок подвергался истязаниям, врачи вызвали полицию и объявили мать в розыск Сотрудники правоохранительных органов пришли к Лидии и спросили, приводила ли она ребенка в больницу А я целый день дома сидела Потом показали видео с Аишей, все ее повреждения Я потеряла сознание, вспоминает Лидия Мать истерзаной девочки вызвали на допрос в следственный отдел СК РСУНЖИ Ни юридической грамотностью, ни знанием законов, ни информацией о своих правах она толком не владела На допросе была без адвоката По ее словам, на нее давили и угрожали отнять сыновей Она подписала все протоколы, которые дали В них была запись о том, что она добровольно отдала дочь Мать Аиши Лидия Кадр, телеканал 360 Похитил меня на автостанции в Назране Лидия инвалид второй группы Одна нога короче другой Рождение подряд трех погадок привело к новым проблемам со здоровьем Помимо этого хронические материальные трудности Сгоревшие пару лет назад со всеми имуществом дамвремянка Отец и мать Лидии развелись, когда ей было два месяца И оба отказались от родительских прав Она росла у пожилых родителей матери Мать навещала ее изредка, а отец не интересовался ей вовсе Опекуны тоже мной особо не занимались Бывало, избивали до крови У меня тоже остались шрамы с детства Правда, никакая опека и чиновники мне на помощь не пришли Дядя по маме избивал меня, и некому было защитить У мамы была новая семья, четверо новых детей, вспоминает она В Сунжелиде я окончила среднюю школу, потом швейные курсы Профессию так и не приобрела В 17 лет ее выдали замуж за Ису Ганьева Который был старше на 11 лет Познакомились у нас во дворе Он приехал в гости к кому-то по соседству Увидел меня, попросил воды Я подала Разговорились Спустя какое-то время он похитил меня на автостанции в Назране Я тогда еще не думала о замужестве Некоторых девиц умыкают по сговору Но это не мой случай Уже позже наш муфтиот стал бороться с похищением невест, а тогда это было обычным делом Иса привез меня к своей сестре Потом, как это у нас полагается, явились мои родственники, рассказывает Лидия Фото, Денис Абрамов, Рия Новости Твоя косая орет Аиша была младенцем, когда Лидия забеременела от Исы снова Но шестилетний Ибрагим не знает родного отца и называет папой второго мужа Лиды Иса совершил ДТП со смертельным исходом Наехал в пьяном виде на трехлетнюю девочку и оказался в тюрьме А из тюрьмы позвонил родственникам Лидии и заявил Я с вашей Лидой развожусь, заберите ее к себе, а когда вернусь, детей заберу Я не печалилась о разводе Он по-скотски со мной и детьми обращался все эти годы Издевался над моей храмотой Забирал всю мою пенсию по инвалидности до копейки Пьянствовал, бил, даже не пытался содержать семью Никакой любви у меня не осталось Он никого, никого не любил, кроме себя Аишу она с детства косит так и называл, косая Говорил, твоя косая орет С обидой продолжает Лидия Похищение детей и матерей на Кавказе практикуется довольно часто Традиционно считается, что ребенок должен воспитываться в семье отца Часто приводится аргумент, что мать не должна брать детей в новый брак Чтобы их не воспитывал чужой мужчина Но нередко детей отбирают и у невышедших замуж женщин Местные чиновники тоже придерживаются мнения, что детей должна воспитывать в семье отца Иначе мать может прийти к государству за поддержкой Европейский суд по правам человека ставил перед правительством России вопрос о системной дискриминации женщин на Северном Кавказе в вопросе опеки над детьми И правительство не прислало содержательных возражений по дискриминации Но проблема остается нерешенной и замалчивается Аишу перевозят в Москву Фото, собака на подчеркивание Юрьевна Органы опеки в какой-то момент поставили ее на учет Приходили и указывали на недопустимость беспорядка в доме Но дети погодки постоянно играли А мать постоянно искала средства на проживание Поэтому в вагончике всегда был беспорядок Вскоре она познакомилась с Амиром Клеевым Серьезным, порядочным человеком Который был готов заботиться о ней и детях Она стала его второй женой В браке с первой у него пятеро детей Которых при разводе он передал на воспитание своим родным Второй брак оказался удачным Не бьет, не ругает, не орет Помогает материально и во всем поддерживает От бывшего я никогда не видела такой заботы Я была бы не против, если бы и его дети жили с нами Надо только обустроиться в подходящем жилье Признается Лидия Знакомые удивлялись, что я детей в новый брак забрала Все шло своим чередом Пока летом 2018 года к Лидии не пришла Сестра первого мужа Мака со своим мужем Исой Марзеевым Сотрудником силовых структур Я была дома, Амир на работе Они силой отмели моих детей Всех троих и мальчиков, и Аишу Грозили расправой, если посмею пожаловаться Мака угрожала, что у ее мужа связи в соцслужбах В опеке, что меня лишат прав на всех детей Рассказывает Лидия В тот же день мальчиков вернули А Аишу Маку оставила у себя По словам Лидии, у Маки два сына пятилетние двойняшки Первый брак кончился неудачно Муж отправил ее к родителям и отобрал трех дочерей Не позволив ей видеться с девочками Возможно, поэтому Мака, лишившаяся своих и утащившая чужую дочку Не позволила Лидии видеться с Аишей Мака была ранее судима по статье 111 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного Для жизни человека и, по слухам, с будущим мужем познакомилась В изоляторе временного содержания Лидия была в отчаянии Я постоянно ходила к Маке, просила навестить Аишу Но меня прогоняли и угрожали лишением прав Я просто ходила к их дому и смотрела на Аишу издалека Тогда с ней было все в порядке Чистая, опрятно одетая Я и в страшном сне не могла предположить Что родная тетя будет истязать ее Связывать и кусать Однажды она подбежала ко мне На Мака кинулась за ней Мы поругались Чуть не с кулаками на меня Муж еле затащил ее в дом Вспоминает она Дом, где жила Аиша Кадр, телеканал 360 Тем не менее Лидия все равно приходила к дому Ганева И утром, и ночью, обращалась к соседям Чтобы узнать о девочке И даже звонила бывшему мужу Но тот пригрозил, что заберет и сыновей Лидия, не имевшая связей Признается, что боялась обращаться в официальные инстанции Опасаясь, что Иса и Мака исполнят угрозу И в итоге не выдержала Продала свой участок и уехала с сыновьями из Сунджи Ее поддержала мать У которой есть дом и хозяйство в Магасе Но забрать к себе дочь и внуков она не может Поскольку Лидия замужем По местным традициям Зять не должен попадаться теща на глаза И тем более у нее жить это позор Мне сейчас люди говорят Как ты могла девочку дома держать Если чужой мужик дома находится Под чужим мужиком подразумевается Мой нынешний муж Знакомые удивлялись Что я детей в новый брак забрала Но ведь муж Ганевой У которой год прожила Аиша Тоже, выходит, чужой мужик Пытается понять Лидия Она повторяется слезами Я не отказывалась от девочки Она моя единственная дочка Как я могу отказаться? Я и родить больше не смогу Я не хотела, чтобы мой ребенок воспитывался в чужой семье Мне самой тяжело пришлось у опекунов Затем рассуждают вслух Если бы она официально отказалась от дочери Мака смогла бы получать пособия По ее инвалидности и опекунские деньги Может, тогда бы не посмела тронуть девочку Следователи на допросах все выясняют Почему я ребенка отдала садистам? Я знаю, что виновата Если бы, когда Мака привела обратно моих сыновей Я бы их не приняла Сказала бы, что у меня новая семья Муж, новая жизнь Тогда в глазах нашего общества Я была бы более правильной И не было бы травли, как сейчас Одна моя близкая подруга позвонила и говорит Я не понимаю, как я с тобой раньше общалась И все ведь знали и видели Что дочь я не отдавала добровольно Что хотела ее вернуть И все равно осуждают меня Сокрушается Лидия А где спрос отца? За три месяца до госпитализации Уэйши Иса сильно избил Маку Он прислал мне несколько голосовых сообщений С рассказом, что встретил Маку на похоронах у каких-то родственников Она была там вместе с Аишей и якобы была неподобающе одета в короткой юбке без платка Он грязно обзывал сестру и рассказал Что избил ее до такой степени Что домой пришлось отправлять на такси Сама ехать не могла Это все было при Аише Возможно, Мака обозлилась на Ису И в отместнику решила истязать его ребенка Рассказывает Лидия Все эти голосовые сообщения Она передала следствию Мака Ганева Фото, СК РФ Следственный комитет провел проверку в отношении матери Аиши Изучал, имеется ли в ее действиях состав преступления по статье 156 Тюк, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего К тому времени к делу подключился адвокат правозащитной организации «Правовая инициатива» Вместе они были на допросе в Сундженском отделе полиции Где Лидии показали данные первого допроса Когда ее вызывали в качестве свидетеля Где было написано, что она отдала Ганевой дочь сама Но нарушений в итоге не нашли Ее упрекали за то, что не пожаловалась, когда ребенка отняли А кому жаловаться? Ее осуждают, что не боролась за девочку Здесь часто такое услышишь Вначале на женщину Давид развелась, отдая детей отцу А потом она бросила детей Хотя только что на нее давили, чтобы отдала, поясняет адвокат По словам правозащитников Тот факт, что не только власти, но и некоторые общественники на Кавказе Публично отрицают факт дискриминации и насилия в отношении женщины Массового отнима детей и матерей при разводе Очень сильно затрудняет их работу Помогая жертвам, приходится быть крайне осторожными Чтобы не навлечь на травмированную женщину новый шквал критики Любая глазка оборачивается против них и их подопечных Половина ингушетии и чечни живут таким семейным укладом Дети зачастую живут с родственниками отцов Нередко матерям не позволяют с ними встречаться В результате дети травмированы В муфтияти придерживаются позиции, что дети должны быть с отцом Но никто не следит, чтобы дети у отца действительно воспитывались отцом А не его новой женой, сестрой, мамой, детей, соседкой А это самое распространенное развитие событий Детей рассовывают по родственникам А где спрос с отца? Возмущаются правозащитники По словам Лидии, Иисус судьба дочери не интересует У него очень странное поведение для его возраста Сейчас ему 42 года, а он рассказывает, что знакомится со 16-летними девочками Школьницами, что хочет заново жениться Сидят девочки-подростки на лавке Он подходит, пристает с разговорами Как-то фото одной из них мне скинул Говорит, что ей 16 лет, что она чеченка, что любит его, что он на ней женится Я говорю, какая женитьба, посмотри на себя, тебя самого скоро хоронить повезут Рассказывает она, уполномоченная по правам ребенка Зарема Чехкиева Фото, интернет-газета Ингушетия Сказала, что хочет вернуть дочь, но я сделаю все возможное, чтобы этого не произошло Диана раньше была, когда ребенка мучили месяцами Заявила журналистам Чехкиева Лидия Михальченко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова